Вот я в фойе культурного центра Сирил. Пахнет духами, духами пахнет, представляете? Зеркала нет. Как ты выглядишь вообще? Интересно. В ходе нормально выглядит, да? Окружение вот такого количества людей. Вот. Я уже показывала в предыдущем видео, что мы пришли на концерт, посвященный подшипкой 35-летней годовщине вывода российских бойцов Афганистана. Я не знаю, буду ли я снимать или нет в зале. Песни будут. Ну, наверное, на тему, наконец-то. Будем смотреть, да? Будем. Вот. Я специально пришла пораньше. Мне нравится вот такая атмосфера, к которой люди приходят, общаются. Ну, я здесь, конечно, никого не знаю, но много знакомые, видимо, группы. Так, вот первый сектор. Я взяла с собой очки. Если я что-то не буду видеть, естественно, я найден очки. Ну, там стоят ветераны. Видите? Может, мне надо было к какой-то группе присоединиться? Я так и не поняла. Ну, не знаю, надеюсь, не выгонят. Я же с билетом. На посту проверили. А как везде. Наверное, все подходит, подходит и подходит. Ладно, я в фойе больше не буду снимать. Даже не знаю. Ну, наверное, спасатель на какое-то место, где будет свободное. Ну, посмотрим. Вот я вот такая красавица. В таком платье. С маленькой сумочкой. И это, с рюкзачком сзади. Меня не видно. Сейчас я переключу. Вот сзади с рюкзачком. Вот у меня и термосок. А за окном вот такой снег. Как вы думаете, пока будет идти этот концерт, снегом нас не засыпется всем? Вот такая зима в этом году. Да. Сейчас поднимемся. На втором этаже дамская комната. Поднялась на второй этаж. Сначала мужская комната. А женская вот налево сказали. Молодой человек мне сказал. А я говорю, вот показала билет. Я говорю, куда мне садиться? А мне, я говорю, любое, говорит, место. Вот. Ну, это хорошо. На любое, значит, на любое. Меня, надеюсь, не попросят. Видите, сразу все в зал почему-то садят. Ну, каждый хочет более интересное место. Так, а там у нас... Ага, цветочный мир. Ну, туда мы попадем обязательно, да? Ну, сейчас я, естественно, пойду в данскую комнату. Потом сяду на любое место. И мы с вами поднимемся. Это уже, наверное, в антракте. Или когда концерт закончится. Мы поднимемся на этаж выше. Посмотрим обязательно. Это же, ну, как это так, Машенька, Машуня. Да, не в оранжерее. Такого не бывает. А тем более, посреди зимы. Это актуальная тема для Машеньки, да? Пустелась я одно из мест. То есть мест еще много. С вами, говорю, меня не попросят. Нет, нет, нет. Как сказали, так и сделала, да? Надела тетенька очки. Тетенька Машенька. Я чуть-чуть давно так не надевала. А сегодня, я думаю, дыка его возьму. Вот. Так я буду сидеть и не только вот. Да, и зачем все это делать? Вот сейчас наделала, и мне так хорошо. Хорошо вижу. Меня здесь как сдавили. Скорее бы концерт начался. Устала слушать разговоры, конечно, рядом сидящих. У всех проблемах их не... Ну, я не одна в этом мире. ...пятая годовщина вывода советских войск из Афганистана. Разрешите зачитать приветственное слово. От кого? Сердечно поздравляю вас с 35-й годовщиной окончания выполнения интернационального долга в Демократической Республике Афганистана. День 15 февраля – это не только день памяти всем погибшим, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг, являясь продолжателями традиций ветеранов Великой Отечественной войны. Это день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ваша жизнь и ваши нравственные принципы, та закалка, которую вы получили, помогают вам и сегодня находиться в строю передавать свой опыт и знания молодым. Искреннего возраста за наших воинов. И наша задача – это сохранять эту память, чтить эту память и сказать каждому в отдельности огромнейшее спасибо за то большое дело, которое они сделали для нашей страны. Дорогие друзья, хочу пожелать вам всем и каждому крепкого здоровья. Что многие остаются с нами, в этом зале в том числе. Спасибо вам за ваш подбор, спасибо вам за то, что вы и сейчас всегда в строю, всегда помогаете нам в решении самых сложных задач. Участвуют в проводке колонн из Паграфа в Кагатон и Абрахов. Награждем медалями воину-инкорнационалисту и от благодарного афганского народа. АПЛОДИСМЕНТЫ Там, конечно, не узнать, точно так же, как и многого не понятно. Но там я еще сильнее укрепился в мысли о том, что необходимо защищать свой дом на поступок к нему. И ни в коем случае никого не пропускать близко к нашим границам. В Афганистане мы воевали практически с тем же самым, так называемым, гуманным западом. Чего там только не было. И мины итальянцев, и американское оружие, и французское, и какое угодно. Это была подбрюшина Советского Союза. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была стабильная, нормальная страна. История повторяется, к сожалению. Только теперь так называемые гуманисты западные в своем бессилии дошли до безумия, когда пытаются нас называть врагами только за то, что мы россияне. А это не что иное, как нацизм. История повторяется. Ребята, солдаты, сержанты, офицеры, вы сделали то, что должны были сделать для своей страны. С праздником вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова